Правительство Кыргызстана ушло в отставку. Члены кабинета министров приобрели приставку, исполняющие обязанности не по своей воле. Сегодня утром стало известно, что социал-демократы вышли из состава парламентской коалиции большинства. Это привело к распаду парламентского объединения и автоматическому распуску правительства. Главной причиной выхода из коалиции парламентского большинства лидер социал-демократов назвал непримиримые политические взгляды. Как заявил руководитель фракции СДПК Исао Муркулов, юридически у них Джугурку Кенеши были союзники, но по факту они оказались противниками. До последнего момента в коалицию парламентского большинства входили четыре фракции СДПК, Кыргызстан, Унегу-Прогресс и Атамикен. После того, как социал-демократы во главе со своим лидером, действующим президентом Аламазбеком Атамбаевым, выдвинули идею проведения референдума с целью внесения поправок, бывшие союзники стали жестко критиковать главу государства и его однопартийцев. Больше всего в этом деле преуспела фракция социалистов во главе с ее лидером Умурбеком Текибаевым. Практически де-юре мы коалиция, а де-факто мы совсем даже хуже, чем оппозиция с позицией. Поэтому в таких условиях мы решили сделать заявление, выйти из коалиции и объявить, что коалиция большинства не существует сегодняшнего дня. Это говорит о том, что мы политически несовместимы, наши взгляды расходятся. В нынешней обстановке кабинет министров стал заложником ситуации. Правительство ушло в отставку вовсе не потому, что плохо работало. Оно ликвидируется автоматически, если распадается коалиция парламентского большинства, которая это правительство и выбирала. В течение трех ближайших дней президент должен дать социал-демократам мандат на формирование новой коалиции парламентского большинства. Впоследствии она и выберет новое правительство. И хотя аналитики говорят, что большинство из министров сохранят свои посты, все-таки все формальности должны быть соблюдены. Бакыч Ирмашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан.